Субтитры сделал DimaTorzok Но не настоящий Это не настоящий Настоящий дом у меня записан Как Путин настоящий До президентских выборов в РФ Остается 4 месяца В условиях войны срок достаточно серьезный Ведь горизонт планирования Сейчас обозначен неделями Если техническую сторону Переизбрания ЦИК и админресурс обеспечат с лихвой То вот народную любовь И подлинную поддержку Пересиденту Путину Или тому, кто его сейчас заменяет Не способен гарантировать никто Любого, кроме Путина Путина не выбирают С ним живут и умирают А все идет по плану сатанистов Главными союзниками диктатора Продолжают оставаться силовики И инертность населения России Нужно отдать должное Чистильщикам российской политической арены Здесь сформировались условия Идеального политического вакуума Когда отсутствуют не только реальные конкуренты В борьбе за Кремль Но даже желающие выдвигаться На прошлых выборах участвовал Явлинский и Собчак А в этом году будет участвовать По всей видимости Явлинский и Надеждин Вот и вся, собственно, схема Администрация ставит Как мы читали По тому себе цель Получить Путина Там 80% голосов Социология показывает Кремлевская социология Показывает, что это вполне реалистично Важно отметить Война сильно потрепала Спонсоров политических сил Как партии власти Так и имитаторов Соответственно, трендом Стала финансовая скромность Неготовность сжигать финансовый ресурс На фасадные мероприятия Ведь цирк разыгрывать Просто нет перед кем Страны Запада Идут курсом дальнейшей изоляции И искоренения путинизма Санкции это навсегда Терять нам нечего И мы бодро, с улыбкой Идем в сторону польской границы Китайские кураторы Кремля Вообще не знакомы с категорией выборов И не поддерживают всей этой кутерьмы Ведь ярлык на княжение уже выписан Песков откровенно совершенно сказал Как все знают о том, что Выборы это сложная, большая И дорогостоящая бюрократическая процедура Но Путин победит в любом случае Внутренняя аудитория Непритязательна И совершенно Отчуждённа Все живут мыслями О застойном Безвременье Гротескность которого ярко подчеркивают Агрессивные выпады Медведева против бесконечного Списка врагов И завывание Дугина Призывающего Идти до победного конца Хотя война Не имеет целей В этой войне с Западом Нам нужна идея Я думаю Убивать Убивать И убивать Больше разговоров Никаких не должно быть Самое страшное Это то, что Это ЛГБТ Эта грязь Может прийти в наши дома Что наши дети Могли бы ходить Под этими флагами Это для нас с вами И самое страшное Все чего-то ждут Хотя Какого-то явного Образа будущего Не просматривается Такая страна Которая изолирована Всего мира Не может думать О будущем Генеральная проблема Новой ходки Путина Или псевдо Путина Во власть Идеологическая Бесплодность Рутинизация Политического Процесса Требует От коллективного Путина Серьезных Телодвижений Соответственно Если сам диктатор Омолодиться Не способен То ему Необходимо Работать Над омоложением Своего Окружения То в принципе Это на мой взгляд Логично конечно Иначе у россиян Не будет никаких надежд Старая команда Продавливает историю О важности стабильности В тяжелые времена Необходимости Сберечь Незыблемость Курса Государственного Челна Этим людям Нужен старый Путин Как гарант Неизменности системы Даже если она Уже Мертва То что мертва Умереть не может Они продвигают Идею Концентрации На процессе А не на Смысловой стороне Декабрь 2023 года Будет месяцем Путинского Выдвижения В антуражах Съезда Единой России И годовой Пресс-конференции Можно будет И отчитаться И заручиться Поддержкой Партийных Боссов Ну что за гениальный Мужик Одновременно Есть опасения Что как раз Под данные Мероприятия Произойдет Серьезный Разбор Полетов Состоится Показательная Порка Лузеров С какими-то Знаковыми Политическими Перестановками Здесь Многое Зависит От тех Аналитических Материалов Которые Положит На стол Путина Лубянка Как можно Их не наказать Ну надо Из интересных Поворотов Следует Отметить Два Сюжета Во-первых Большие Изменения Произойдут В руководстве Министерства Обороны И Генштабе Кремлю Необходимы Послушные Военные Руководители Нового Склада И здесь Шойгу Наконец Могут Уйти Навсегда Больно Уж Он стал Токсичен Вероятно Даже Инсценировка Гибели Министра Обороны С целью Его Дальнейшей Героизации Как мученика Сегодня Отправляя покойного В последний путь Хотелось бы пожелать ему успехов И здоровья Память героев Почтили минуты Молчания Во-вторых Аналогичное Политическое Убийство Может произойти С Кадыровым Он стал Самым Проблемным Политиком РФ С довольно Весомой Базой Поддержки И рейтингом Здоровом Государстве Которое Держится За свою Драгоценную Монополию На легальное Насилие Не бывает Частных Армий Действующих Внутри Страны И на ее Границе Путинские Политтехнологи Специально Потворствуют Его Бездумности И совершенно Глупым Заявлением Дабы На каком-то Этапе Вывести Его из игры С целью Повышения Рейтинга Путина Что, Дон Пять дней Прошло У тебя Ни одной Новой Медальки Дон И это Выгодно Как-то Он мне сказал Такие слова Дайте умереть Достойно Они готовы К этому Вот такая игра Так что Четвертая Ходка Может обозначиться Кадровыми Зачистками Для сокрытия Смысловой Пустотелости Ветхого Вождя Я скажу даже больше Да Для полноты Картины Вот знаете Типунный язык Да Не хватало еще Чтобы Суровики От инфаркта Умер И я не шучу В данном случае Надо быть очень внимательным Сейчас надо быть Очень внимательным Они будут это делать Они будут стараться Для того чтобы у них Все пазлы сложились Не хватало еще Понимаете Но поскольку Это неизбежно Лучше сегодня Чем завтра Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok